Доброе утро, страна! Сегодня мы предлагаем поговорить о здоровье, о йога-терапии. У нас в гостях один из лучших специалистов в Европе по йога-терапии для позвоночника, президент Ассоциации йоги в Республике Молдова, специалист по массажу и мануальной терапии, остеопатии, висцеральной хиропрактике, преподаватель хатха-йоги, а также автор статей Леонид Гарценштейн. Доброе утро! Доброе утро! Сейчас очень часто говорят о йоге. Хотелось бы у вас, как настоящего специалиста, спросить, А что, собственно, такое йога? В переводе с санскрита, это древний индийский язык, йога, юч, означает единение. Нужно спросить себя, о каком единении идет речь. Многие в своем ложном представлении думают, что йога – это замысловатое упражнение с ногами за головой, шпагаты и лотосы, стоки на голове. Это совершенно не так. Йога в своем единении объединяет три структуры, которые заключают в себе биосистемы человека. Ментальная в виде нашего разума, физическая – это наше тело, и духовная – это наша душа. Вот йога может случиться тогда, когда эти три структуры соединяются, и соединяются в каком-то согласии. Вот тогда может случиться йога. То есть йога, по сути дела, это тот образ жизни, который может привести к единению трех структур. И это только первый этап. Леонид, а вы как специалист по йога-терапии, как бы вы советовали всем нашим телезрителям начинать утро? Утро – это не просто начало дня. Утро, во-первых, это пробуждение. Из бессознательного состояния сознания мы должны перейти к осознанному и сознательному проживанию. И очень важно прийти в себя, не вскакивать с кровати, не вскакивать по зову будильника. Нужно медленно осознавать присутствие реальности. Допустим, закричала сорока или запел петух, но вы еще видите сон. И это очень важное наблюдение, когда вы можете осознать, что ваше тело продолжает реагировать на картинку, которая приходит во сне, и вы видите, что это иллюзия. И вы можете постепенно переходить из этого иллюзорного состояния к восприятию той реальности, объективной реальности, которой является жизнь. И вот это осознание, оно дает вам возможность, не привязываясь к иллюзорным картинкам, войти в живую жизнь осознанно. Далее. Леонид, вот хотелось спросить по поводу, вот вы говорите о том, что не стоит просыпаться по будильнику. А вот как это сделать? Потому что, если, например, человеку нужно 8 утра на учебу или вдруг на работу? Для этого нужно узнать о биоритмах, и биоритмы, знания биоритмов, оно само натолкнет на понимание того, как восстановить себя. А человек пробуждается без будильника тогда, когда он почувствует, что он полностью подзарядил себя энергией, и он восстановился. Сон предназначен для восстановления энергии, затраченной за период бодрствования. И нам следует знать, что 1 час сна до полуночи, он по степени восстанавливаемости равен 2 часам сна после полуночи. Поэтому, если мы начнем экспериментировать, однажды уложимся в 9 часов или в 10 часов, в пол 11, и мы можем проснуться рано утром, без будильника, будем чувствовать, что мы полны сил и энергии. А есть какие-то советы на утро? Вот как правильно начать утро с точки зрения, там, почистить зубы, попить воды с точки зрения йоги? В йоге есть замечательные процедуры и упражнения, утренние процедуры упражнения, которые можно начинать делать уже прямо в кромате. Есть упражнение, одно из тех, которое делается первым, это упражнение, которое стимулирует деятельность кишечника, для того, чтобы утром обязательно произошло опорожнение кишечника. После этого упражнения мы идем в ванную комнату и приводим в порядок полость носа, полость рта. Есть специальные процедуры, называются джаланетти, это промывание носа при помощи чайника, наполненного подсоленной водой. Очень хорошая процедура, потому что нос – это очень важный орган, и он обеспечивает процесс дыхания. Дыхание – это основная функция, которая снабжает биосистемы человека энергией. Задумайтесь, 6 минут без дыхания, и наши клеточки погибают. Поэтому нос должен обеспечить полноценное дыхание. И если у нас нос загружен, это приводит к сердечным болезням, и это приводит к тугодумиям, к тупости. Поэтому следить обязательно нужно за полостью рта. Далее – рот. Зубы можно чистить традиционным способом, древним способом. Это взять чайную ложечку соли, или морской, или поваренной соли. Накапать туда несколько капелек масла оливкового, растереть эту соль и протирать зубы. Солевой раствор убивает бактерии и очень хорошо обеззараживает полость рта. Но сейчас достаточно много хороших паст, и не обязательно таким древним способом приводить зубы в порядок. Дальше у нас язык. Язык – это один из важнейших органов, который относится к пищеварительной системе. И надо знать следующее. Эпители – поверхностный слой клеток, который покрывает язык – это одни из самых быстро замещаемых, заменяемых клеточек организма человека. 50 часов. Если вы ошпарились и получили ожог на коже тела, то это пару-тройку недель кожица будет замещаться. Если вы обворили язык, то на следующие сутки вы уже никакой боли ощущать не будете. И поэтому ягины придумали скребки, но не те, которые рекламируют ребристы или ложечка. А это должен быть достаточно острый скребок, и его задачей является слущивать отмирающие петелись языка. Тогда язык, как информационный датчик, начнет полноценно считывать из пищевого комочка, который во рту, информацию. И у нас головной мозг получит возможность выделять необходимые ферменты для пищеварения. Те, кто худые, начнут поправляться. А где этот скребок найти? Я привез из Индии. Они продаются в магазинах, в аптеках, там достаточно много. Но я думаю, что здесь, если увидеть, что он из себя представляет, его нетрудно изготовить. Это тоненькая полосочка пищевой нержавеющей стали. Вот можно буквально... А вот еще хотелось бы переспросить по поводу процедуры очищения носа. Вот как проводить эту процедуру? Вы сказали, вода с солью, да? Есть разнонаправленные процедуры. Есть терапевтическая процедура, есть профилактическая процедура. Профилактическую можно делать каждый день. И начинать лучше вот сейчас, когда нет еще холодной температуры. И на 350-400 граммов воды 1 чайная ложка соли без верха. Хорошо размешать, чтобы не было грубых частиц. Нужно наклонить голову таким образом, чтобы ухо смотрело в пол. И в верхнюю ноздру вставляем носик чайника. Ну, обычно на чайник одевается соска резиновая, если он не специально изготовлен в Индии, для того, чтобы не повредить слизистую. Используется соска, срезается на сосочке 8 мм отверстия. И теплая вода, подсоленная, начинает проливаться через из одной ноздри в другую. Если мы поднимаем нос немножко кверху, у нас будет попадать и в полость рта этот солевой раствор. Как известно, соль – это консервант. И соль удаляет огромное количество бактерий, которые попадают в процессе дыхания в носовую полость. А также грубые частицы, которые во взвешенном состоянии находятся в воздухе. Мы получаем пользу. Кроме того, соль – это щелочь, и она может растворять те накопления, которые находятся на слизистой. Слизистая богата лимфоидной тканью. Лимфоидная ткань содержит лимфоциты. Лимфоциты – это иммунные клетки, которые убивают бактерии. То есть на слизистой у нас еще целое кладбище. И поэтому, если мы хотим быть здоровыми, нам нужно носик каждое утро. То есть душ, своеобразный душ для носа. А вот терапевтическая процедура предполагает добавление к этому составу величиной с ноготь большого пальца на кончике ножа небольшое количество соды пищевой и капельку йода. То есть если вы почувствовали легкую простуду и почувствовали, что недомогание какое-то есть, есть какие-то слизистые стечения из носа, вы можете помочь носу прийти в себя вот этим составом. Это будет уже терапевтический процесс. Мы половину проливаем через одну ноздрю, половину проливаем через другую ноздрю. Затем нужно использовать 4 положения головы. Прямое положение, голову влево, голову вправо и подняться, голову опустить макушкой вниз. Интенсивные выдохи нужно делать. Спокойный вдох и интенсивные отрывистые выдохи для того, чтобы обязательно удалить всю влагу из носа. Если вы с этой влагой выйдете на морозный воздух, то вы можете себе принести вместо пользы вред. Поэтому от воды надо избавиться. Вот я бы хотел добавить насчет скребочков, немножко вернуться к ним, чтобы наши телезрители постарались аккуратно с этим экспериментировать, если кто-то решится, потому что можно порезаться. Вот такое маленькое замечание. Да, это очень важно, причем вы очень верно подметили. Как правило, люди, очищая язык, они смотрят в зеркало, язык высовывают наружу, и он уже напряженный. И вот этим скребком начинают язык очищать. Конечно, если он острый для того, чтобы случивать эпители, он может поранить язык. Поэтому не так следует делать. Нужно скребочек ввести в рот и мягким языком, аккуратненько, поворачиваясь со всех сторон, случивать эпители. Затем можно убедиться в зеркале, что язычок стал розовым и чистым. Мы избавляемся не от налета, а от слоя мертвых клеток. Вот хотелось бы еще, наверное, в завершении нашей беседы спросить, а есть ли какие-то советы, вот как в начале дня настроиться на то, чтобы день прошел хорошо, легко и позитивно? Чтобы произвести полноценный настрой, ну, во-первых, само слово очень красивое, православное слово «настроиться», «настроиться», «разум», «тело», «душа». Вот их нужно привести к согласию. Но для того, чтобы было над чем настраиваться, нам нужно осознать, что такое пробуждение, что такое утро. Это означает, что умопомрачительный эксперимент под названием «жизнь» еще не прервался, вы проснулись, и это уже большая радость. Люди радуются тогда, когда получают что-то такое, что хотят приобрести, но самое высшее, лучшее, замечательное приобретение – это жизнь, это дар, который мы получили даром. Я утром просыпаюсь, когда чувствую, что я уже жив. У меня уже достаточно оснований для того, чтобы я порадовался. Я настраиваюсь, осознавая, что жизнь продолжается. А все остальное – это смиренное восприятие того, что жизнь принесет мое бодрство. Леонид, спасибо вам за настрой и за содержательную беседу. У нас сегодня в гостях один из лучших специалистов в Европе по йога-терапии для позвоночника, президент Ассоциации йоги в Республике Молдова Леонид Герценштейн. Ну а далее, дорогие друзья, мы перейдем к одной приятности, составляющей нашей жизни – это красоте. О том, как ее немного добавить в нашу жизнь, расскажет Ольга Чабан. Редактор субтитров А.Семкин